Здравствуйте, уважаемые ученики! Рада вас приветствовать на уроке географии. Тема сегодняшнего урока сельское хозяйство мира. Цели и задачи нашего урока это знакомство с особенностями сельского хозяйства мира, его структурой, представить разнообразие типов сельского хозяйства, сформировать понятие зеленая революция и определить специализацию размещения сельского хозяйства по регионам. Для успешного освоения новой темы мы должны ответить на некоторые вопросы, вопросы повторения. Какое значение имеет сельское хозяйство в жизни людей? Назовите самые плодородные почвы мира, где они расположены. Какое влияние оказывает научно-техническая революция на сельское хозяйство? Какие виды аграрных отношений вы знаете? По характеру развития сельское хозяйство делится на экстенсивное и интенсивное. В чем их отличие? И кто такие латифундисты? Значение сельского хозяйства. Оно обеспечивает население продовольствием и промышленность сырьем. Ведущей отраслью является материального производства и основой агропромышленного комплекса. Ну и, конечно же, является первичной сферой деятельности человека и первой по времени ее возникновения. Структура сельского хозяйства представлена на следующем слайде. Развивающиеся страны. Для них характерно традиционное потребительское сельское хозяйство, товарное, полутоварное, традиционное и латифундии. Развитые страны – это высокоспециализированное сельское хозяйство. Традиционное потребительское сельское хозяйство. Это подсечно-огневое земледелие охота, рыболовство, размещается в тропических лесах Африки, Южной Америки и Азии. Кочевое и полукочевое животноводство размещается в тропических и умеренных пустынях Азии, Африки, зоны тундры. Товарно-традиционное помещичье латифундийское хозяйство – это многоотраслевое земледелие в Европе, Азии и Латинской Америке. Земледелие – зерновые, технические культуры, бананы, хлопок и животноводство в Латинской Америке, Азии и Африке. Земельное хозяйство в основном в Азии. Высокоспециализированное сельское хозяйство, растеневодство и животноводство индустриального типа ориентировано на внутренний и внешний рынок. Например, зерновое хозяйство – это пшеница, кукуруза, представлено Северной Америке, Австралии, страны Европы, Азии, России, Украины, Казахстана и Китая. Интенсивное земледелие – это зерновые культуры и технические культуры, огородно-бахчевые культуры Европа, Северная Америка, Азия, Китай и Япония. Плантационное хозяйство, где выращивают плодовые, тонизирующие, технические культуры. В основном субтропические и тропические регионы Азии, Африки и Латинской Америки. Экстенсивное животноводство, присущее развивающимся странам – это КРС, овцеводство в Северной и Южной Америке, в США, Аргентине, в Европе, Азии, России, Казахстане, а также в Австралии. Интенсивное животноводство крупного рогатого скота, свиноводства, птицеводства приурочено к Западной и Восточной Европе, а также в США. Интенсивное животноводство и земледелие развито в пригородах. На данной картосхеме можно увидеть размещение растеневодства по регионам, странам и континентам. В этой же картосхеме у нас есть структура посевных площадей зернового хозяйства, также основные потоки поставщиков главных культур из одних регионов других. То есть, пользуясь этой картой, можно характеризовать географию размещения зернового хозяйства и в целом растеневодства. Современное хозяйство представляет собой следующую характеристику. В ней возрастает производительность труда, развиваются агропромышленные комплексы, специализация происходит на производстве одного или нескольких видов продукции, увеличение количества высокоспециализированных предприятий, расширение товарных отношений в результате международного географического разделения труда и выход на мировую арену. Особое место здесь занимает зеленая революция, которая состоялась в 60-х годах 20 века в развивающихся странах. В ее основе лежат выведение новых скороспелых сортов зерновых культур, мелиорации, ирригации, механизации, автоматизации в сельском хозяйстве, новые средства защиты растений, биотехническая революция, генная инженерия, изменение генофонда растений. Сельское хозяйство имеет две основных составляющих растеневодства и животноводства, которые представлены. Растеневодство, зерновые культуры, технические культуры, тонизирующие культуры, рыбах, пчеводство, садоводство, кормовые культуры, клубнеплоды, а также животноводство, в состав которого входит крупнорогатый скот, овцеводство, свиноводство, коневодство, верблюдоводство, оленеводство и птицеводство. Сюда же мы можем отнести такие отрасли, как пчеловодство, охота и рыболовство. Рынок зерновых культур, представленный на данной картосхеме, может нам рассказать о странах экспортеров зерновых культур и странах импортеров, которые потребляют данную продукцию. Мы четко видим, что главными поставщиками зерна на мировой рынок являются Канада, США, Бразилия, Аргентина, Казахстан, Украина, Россия, Австралия и также Индия. Покупателями являются Мексика, Алжир, Египет, Саудовская Аравия, большая часть Китая, Япония и страны Закавказья. К зерновым культурам мы можем отнести такие всем нам известные культуры пшеница, рожь, рис, овес, ячмень, кукуруза, сорга, проса, чумиза, магар, пайза, даугаса и гречиха. Это культуры, которые выращиваются в тропических, субтропических поясах. Бобовые культуры горох, фасоль, соя, вика, чечевица и бобы. Зерновые культуры, родиной которых является Юго-Западная Азия, это пшеница, производится в Китае, США, Индии, России, Франции и Канаде. Родиной риса является Восточная Азия, Китай, Индия, Индонезия, Бангладеш, Вьеттам, страны, которые являются производителями этой культуры, кукуруза. Родиной является Южная Америка, Центральная Африка и страны, производящие эту культуру США, Китай, Бразилия, Мексика, Канада и Россия. Импортерами этих культур являются Китай, Россия, Европа и Ирак. Большое значение в жизни людей играют плодово-ягодные и бахчевые культуры. Культуры бахчиховодства, это практически все страны Азии. Плодовые культуры Китай, Индия, Бразилия, США, Италия. Бананы, Индия, Эквадор, Бразилия, Коста-Рика, Филиппины, Мексика, Панама. Виноград, это страны Средиземноморья, Италия, Франция, Испания, также Соединенные Штаты Америки. Цитрусовые США, Бразилия, Испания, Италия, Китай, Япония. Растительные культуры делятся на две важные группы. Продовольственные и непродовольственные технические культуры. Масличные, тонизирующие пищевкусовые, сахароносые, плодовые, клубнеплодные, цитрусовые. Волокнистые, это культуры, которые дают нам волокно. Джуд, природный каучук, хлопок и тростник. Технические культуры требуют особой технической обработки. Здесь представлены у нас страны и культуры, которые обрабатываются техническим способом. Масличные, такие культуры, как соя, арахис, маслин и подсолнечник. Сахароносые, сахарная свекла, сахарный тростник. Волокнистые, хлопчатник, джуд, лен, гивия. Клубнеплоды, из которых изготавливают крахмал, картофель, кукуруза, батат, маниок. Тонизирующие, чай, кофе, какао, табак. Пряности представлены гвоздикой, перцем, тмином, лавром, кунжут, корица, ваниль, кардамон, орехи. И цветы, известные производства в Голландии. Первое место по сбору таких культур. Кукуруза и соя производятся в Канаде. Сахарный тростник и кофе, Бразилия. Маслины, Италия. Рис, пшеница, Китай. Арахис, чай, Индия. Сахарная свекла, подсолнечник, картофель, это Россия. И какао, побережье Гвинейского залива. Главные отличительные особенности географии растеневодства заключаются в следующем. Во-первых, распространение растеневодства в умеренных и жарких поясах. Тесная связь растеневодства и животноводства. Использование современной агротехники. Использование достижений НТР. Повышение плодородия почвы производства продукции. Формирование специализированных узлов и районов. Животноводство представлено крупнорогатый скот в странах Индии, Китая, США, Бразилии, России, Мексики. Свиноводство Китай, США, Бразилия, ФРГ, Россия и Польша. Овцеводство – это умеренные субтропические пояса Северной и Южной Америки, Южной Европы, Казахстана, Центральной Азии, Южной Африки, а также Австралии и Китая. Производство шерсти размещается в Австралии, Китае, Новой Зеландии, Уругвайе и России. Птицеводство, такое как домашняя птица, представлено в Китае, США, России. Яйца – Китай, США, Япония, Россия, Индия. Другие отрасли – верблюды и козы – это пустыни Азии, Африки. Яки – в горных районах Центральной Азии. Олени – это зона тундры. Рыболовство – Япония, Китай, США, Чили, Перу, Россия, Исландия. Марикультура – это Китай и другие страны Азии. По сбору, по производству птица, яйца и рыба – это Канада. Рыба – Чили. Свиноводство и птица, яйца – Китай. КРС – яйца – это Индия. Рыбоводство – Япония, Россия и страны Скандинавского полуострова. Также включены в эту таблицу у нас производство шерсти в Австралии. Вывод по данному материалу. Что мы можем сказать о современном сельском хозяйстве? Во-первых, это формирование единого товарного сельского хозяйства мира. Второе. Ведущий по общему объему произведенной продукции – это Китай, США, Япония и Австралия. По уровню обеспеченности сельскохозяйственной продукции на душу населения лидируют развитые страны Европы, Канада, США, Япония и Австралия. В развивающихся странах показатель производства на душу населения очень низкий. Китай и Индия, производящие большую часть продукции по показателю производства на душу населения, уступают Канаде и США в пять раз. Главные проблемы современного сельского хозяйства заключаются в обеспечении населения качественным, экологическим, чистым и доступным по цене продовольствиям, а также охраной окружающей среды от загрязнения и совершенствования методов и использования природных богатств. Закрепление темы. В бедных странах нет средств на приобретение современной техники. В чем значение зеленой революции для стран Латинской Америки, Южной и Юго-Восточной Азии? Развитие сельского хозяйства в развитых странах за счет научно-технической помощи, обеспечения продовольствием населения. Следующая тема нашего урока – география транспорта мира. Транспорт – это третья ведущая отрасль материального производства и основа географического разделения труда. Цели и задачи нашего урока состоят в следующем. Сформировать представление о структуре транспорта мира, определить основные направления изменения транспорта в эпоху научно-технической революции. Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. На основе транспорта формируется географическое разделение труда. При помощи транспорта происходит изменение экономики страны и размещение производительных сил. Транспорт способствует специализации и кооперированию предприятий и отраслей, способствует сокращению территориального разрыва между производством и потребителем товаров и услуг. Показателями работы транспорта являются грузооборот, фрахт, плацоперевозку, каботаж малый и большой, грузоподъемность, воздушная трасса, авиалиния. Транспорт делится на следующие виды – воздушный, наземный и водный. По способу грузоперевозок можно представить его в следующих формах – автомобильный, железнодорожный, водный, воздушный, трубопроводный, гужевой, а также мы можем добавить сюда еще космический транспорт. При помощи данной диаграммы можете выполнить следующее задание. Проанализируйте данные диаграммы и ответьте на следующие вопросы. Какой вид транспорта преобладает в грузоперевозке, а какой в пассажирообороте? Как вы думаете, чем объяснить такие различия в участии транспорта в обороте? Какой вид транспорта преобладает в грузоперевозках в России и ПОДИИ? Почему? Какой вид транспорта почти не участвует в грузоперевозках, а какой пассажирообороте? Как вы думаете по этому поводу? Данная таблица представляет развитость транспортных систем по странам. Здесь представлена длина дороги и густота. На первой строчке у нас размещены Соединенные Штаты Америки по длине дорог. Если говорить по густоте дорог, то мы выделяем здесь Германию. На втором месте по длине дорог Россия, третье Канада, Индия, Китай, Германия. Очень большое количество густоты отмечается в Японии, Великобритании и также в Италии на 1000 квадратного километра. Транспортная система мира. Это совокупность всех видов транспорта. На данной картосхеме вы можете увидеть основные потоки транспорта между континентами, где используются железнодорожный, автомобильный, воздушный и также морской вид транспорта. В результате этого сформировались региональные транспортные системы. Самая мощная, самая развитая это североамериканская система. На втором месте европейская система. На третьем месте стоит система стран СНГ, Латинская Америка, Африканская и Южная Азия. На развитие транспорта в последнее время влияет очень сильно научно-техническая революция. Например, можно привести автомобильный транспорт. Что появляется нового в этом виде транспорта? Появление электромобилей, изменение видов топлива на кислороде, водороде, дизеле, газе, рапсовом масле, рост протяженности автодорог с твердым покрытием и увеличение грузооборота. Также научно-техническая революция меняет отношение к железным дорогам. Это самый дешевый, самый грузоподъемный вид транспорта на суше. Здесь происходит электрификация железных дорог, появление поездов на воздушные подушки, магнитные подвески, рост протяженности электрифицированных железных дорог и увеличение пассажирооборота. На этом наш урок заканчивается. Получите, пожалуйста, домашнее задание. Приведите примеры влияния научно-технической революции на различные виды транспорта, оформить в виде схемы. Назовите 10 стран с самой высокой плотностью железных дорог. Какой транспорт имеет самую дешевую стоимость перевозок и самую дорогую? Может ли транспорт охарактеризовать современный уровень экономики страны? Пользуясь текстом учебника и тематическими картами, ответить на вопросы и задания. Первое. Определить основные направления зеленой революции. В каких странах и регионах зеленая революция дает высокие результаты? Что такое агробизнес? В каких странах он имеет наибольший размах? До встречи на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok